История кино 13 апреля, ровно 150 лет со дня рождения режиссера Ивана Перестиани, который чуть ли не в одиночку придумал абсолютно новый, свежий жанр для зрителей 20-х годов. Сегодня мы узнаем под названием Истерн, или советский вестерн, и нам кажется часто, что Истерн был придуман Мотылем в фильме «Белое солнце пустыни» или Никитой Сергеевичем Михалковым в фильме «Свой среди чужих». Восток, дело тонкое. Но этих фильмов бы не было, если бы не было фильма Ивана Перестиани «Красные деволята». Можно даже сказать, что фильм Киосаяна «Неловимые мстители» был ремейком, ребутом фильма «Красные деволята» Ивана Перестиани. Правильно? Правильно. Я сижу за то, чтобы его называть ребутом, потому что Киосаян, фильм которого, кстати, должен был называться сначала «Новые приключения красных деволят», все-таки использовал в качестве основы не фильм Перестиани, а одноименную повесть Павла Бляхина, на которой основывался, ну, в какой-то мере, официально говоря, и Перестиани. То есть это все-таки не ремейк, а ребут. Но, тем не менее, мало кто знает, даже те, кто помнит еще про «Красные деволята», что Перестиани сам в 20-е годы успел не просто снять один фильм, а дать жизнь целой франшизе «Красные деволята» и три или даже четыре, смотрю, как считать, части фильмов, продолжения «Красных деволят», сиквелов. «Красные деволята» еще было четыре сиквела. Да, ну, там просто один фильм назывался «Преступление книжной Шерванской», другой фильм «Наказание книжной Шерванской», иногда их показывали вместе, как две серии одного фильма «Преступление и наказание книжной Шерванской», а иногда отдельно, поэтому их либо три, либо четыре. А кто такое, собственно, Перестиани? Почему грузинский режиссер стал делать истерное? Вот. Во-первых, сам он себя грузином не считал ни капельки, а родился в Таганроге и происходил из русской семьи, но писал в воспоминаниях, что будто бы кто-то когда-то из предков приехал из Италии, чуть ли не из Венеции, так что он вполне себе даже итальянец, а не грузин. То есть его могли вызывать Джованни Перестиани, то есть его можно даже назвать таким русским вариантом Серджио Леона, получается так? Да, абсолютно. Но в то же время работал он всё-таки в Грузии довольно долгое время, и «Красные дьяволята» и продолжение их снял как раз в Тбилиси, ну или Тифлиси, как тогда его ещё называли. Как вообще так получилось, что вот этот первый настоящий советский фильм, как его называли, говорили, что до этого советское кино было в доисторическом периоде, как этот фильм сняли не в Москве, не в Питере, а в Грузии? И как так получилось, что снял этот фильм режиссёр уже сильно не молодой, ему было 53 года в это время. Тут всё дело в том, что карьера Перестиани поделилась ровно на две половины. Он 30 лет провёл в театре, прежде чем прийти в кино, и потом 30 лет проработал в кино, и говорил, что стать хорошим режиссёром не трудно, трудно только первые 25 лет. И в кино Перестиани пришёл в 16-м году, буквально вот в самом конце этого древиационного периода, думая, что как искусство кино выше, чем театр, к которому он так привык. Он писал, что он нашёл в кино дело, в котором интриги и подхалимства не могут играть той роли, что за кулисами театров и в директорских кабинетах. Ну, хотя он это писал в 37-м году, я думаю, к тому времени он уже вполне понял, что и в кино роль могут играть и интриги, и подхалимства, и испытал это на собственной карьере. Но дело в том, что он за пару лет до революции успел довольно плотно проработать в кино и как актёр на роли таких немолодых, страдающих любовников, у него была очень импозантная седина уже к тому времени, и как сценарист, и как режиссёр. И вот когда пришёл период абсолютного прекращения производства и проката, Перестиани просто не мог сидеть без дела. Он оказался в Москве, и как только услышал, что в Грузии, которая в это время ещё находилась под властью меньшевиков и была отдельным государством, он услышал, что в Грузии возможно продолжать съёмки, он тут же туда и выехал. Правда, к тому времени, как он добрался до Тбилиси, человека, который прислал ему телеграмму с приглашением Павла Пиране, местного прокатчика, уже арестовали. Но какая-то техническая база была, и как только Грузия была занята красными, и весь кинобизнес подпал так же, как и в России под руководство местным наркоматом просвещения, то, что мы сейчас назвали бы Министерство культуры, Перестиани включился в работу очень активно. Он считал, что режиссёр просто не может сидеть без дела. Если человек, как часто случалось с советскими режиссёрами, потом в простое 2-3 года, то это не творчество, а шатание от одной случайности к другой. И вот Перестиани очень активно начал снимать уже тогда, когда в Москве ещё только пытались найти плёнку, пытались послать кого-нибудь за плёнкой за границу. Это отдельная история, к которой мы обязательно вернёмся. Ну, в общем, московские и питерские студии стояли разрушенными, а в Грузии уже шла очень активная работа. И вот в 23-м году плоды этой работы добрались до Москвы, и всех просто привели в абсолютное восхищение, поразили. Один критик писал, что красные деволята, Перестиани — это первое целлулоидное «Ура!», выкрикнутое советской кинематографией. И самого Перестиани называли первым грамотным режиссёром в советской кинематографии. То есть на какой-то момент все забыли, что он, в общем-то, не начинающий режиссёр, не левый авангардист, которыми полнилась тогда Москва, не теоретик даже, а человек абсолютно до революционной закалки. В какой-то момент его приняли вот в этот круг и вознесли на вершину вот этого уже складывающегося киноканона, а потом так же быстро его оттуда скинули, когда поняли, что на самом деле он не совсем про то. И поняли это, в общем-то, на продолжение как раз «Красных деволят». Почему Перестиани принялись за своего? Не только потому, что в названии фильма было слово «красный», хотя это тоже помогало, в какой-то момент всем уже дико надоело. Там красным было всё буквально. Красный газ. Не только потому, что в фильме действовали три подростка, которые захватывали батьку Махно и в мешке, как кота, привозили его лично Будённому. Всех поразила ещё и форма подачи материала, то, как был организован фильм. А это был такой абсолютно модный, американообразный, приключенческий вестерн. И вот это как раз и привело к всем этим восторгам вокруг Перестиани. Но мало кто тогда понял сначала, что Перестиани на самом деле не такой уж большой фанат короткого монтажа, который тогда называли американским, а потом стали называть советским. Не такой уж большой фанат быстрого действия. На самом деле он оставался приверженцем старого дуальционного, психологического, мелодраматического кинематографа. Он считал, что это больше подходит русским условиям, скажем так, русской, ну не то что душе, но атмосфере жизни. А был такой Лев Кулешов, который, по словам его учеников, не делал фильм, а делал кинематографию, который как раз, как сейчас сказали бы, топил за американизм. И, в общем-то, тоже вполне восхищался красными дьяволятами. Но Перестиани все время спорил. Тогда, в начале 20-х, все были без ума от американских фильмов. От вестернов, конечно, с Домом Миксом, с Вильямом Хартом и от приключенческих сериалов. Это, конечно, было не по телевидению, но, тем не менее, раз в неделю выходило по серии какого-нибудь там Дома ненависти с Перл Уайт, которая была главной героиней, актрисой, снимавшейся вот в этих приключенческих, часто вестернообразных сериалах. Подожди, но эта традиция же была заложена еще до революции, когда выходили «Вампиры», «Феяда», то есть французские многосерийные фильмы. «Вампиры», «Фантомас» и тому подобное. Продукции, созданные по комиксам, которые печатались в газетах. Да, но до революции французские фильмы только начали появляться. Американские тоже буквально в 16-17 году. Из-за того, что была Первая мировая война, и каналы импорта были частично перекрыты. Но кто-то успел их посмотреть до революции. А потом, вот в этот период, года 3-4, когда практически прекратился прокат, фильмы скапливались. И когда прокат возобновился в начале 20-х, сложилась просто уникальная ситуация, когда можно было, например, абсолютно, как сейчас, бинч-вотчить, приходить в кинотеатр к своему знакомому механику, платить ему какой-нибудь там рубь, и всю ночь смотреть все серии своего любимого сериала. То есть можно было пересматривать. Это как Netflix сейчас делает, когда выкладывает весь сезон целого сериала, и ты смотришь его за коем всю ночь, да, вот этот бинч-вотчинг? Да, бинч-вотчинг – за коем на просмотр. Мне кажется, что это удивительно круто, потому что вот эти как раз будущие молодые режиссеры бинч-вотчили только так. И Перестиани использовал вот эту форму для того, чтобы передать на экране тот материал, с которым он работал. Перестиани оказался отличным учеником вот этих фильмов, и взял повесть Павла Бляхина «Красные деволята» и переделал её в такой вот вестерн с быстрым монтажом, со скачками, с цирковыми актёрами, которые выполняли множество трюков, удивительно опасных для жизни, и, в общем-то, не используя никаких специальных... Каскадёров. Не используя никаких специальных каскадёров, да. Технику безопасности нарушали? Технику безопасности нарушали. В газетах периодически появлялись какие-то заметки, что кто-то там чуть ли не погиб, он вывозил их в горы, в снег, на какие-то перевалы, заставлял перебираться по канату между скал. В общем, скачки-то были самые невинные из развлечений, которыми они предавались на съёмках. Цирк тогда любили все тоже очень сильно, поэтому эти цирковые элементы в фильме тоже всех привлекали. Не секрет, что многие фильмы 20-х годов, которые сейчас считаются классикой отечественного кино, были сняты, так сказать, по госзаказу, то есть были такой, точнее, замысливались, как такая советская кондовая пропаганда. «Красные деволято» в их числе, или это была абсолютно такая независимая, не то чтобы независимая, но режиссёрская инициатива? Это была такая некондовая пропаганда. «Красные деволято» укладываются, повесть и фильм тоже укладываются в осуществление призыва дать советской молодёжи красных пинкертонов. Это призыв, который озвучил Николай Бухарин сначала в 21-м году в «Кассете Правда», потом в 22-м году на съезде комсомольцев. Тогда же Троцкий говорил о том, что нужно дать молодёжи советских жульвернов. В общем, новое поколение нужно было каким-то образом отвлечь от их любимых американских детективных приключенческих книжек, комиксов и фильмов, и дать им то же самое, но в советской обёртке. Импортозамещение. Импортозамещение, абсолютно точно. Поэтому герои Гляхина и Перестиане вообще-то воображают себя оводом, это Лилиан Войнич, и следопытом из Фенни Мора Купера. То есть сначала герои прямо в фильме, их так и показывают с книжками, представляют себя героями в фильме американских приключенческих романов. И самое интересное, что во втором фильме, в продолжении, собственно, в первом сиквеле, герои идут в кинотеатр и, как говорит нам титр, смотрят свой первый фильм. И какой же это фильм? А это как раз сериал «Дом ненависти» с Перл Уайт и Антонио Морено. И следующий титр сообщает нам, что теперь у нас появились свои, Перл Уайт и Антонио Морено. То есть о фильме, то есть персонажи фильма смотрят любимый фильм режиссёра этого фильма. Ну, любимый фильм режиссёра, это мы не знаем, а вот что любимый фильм критиков, это наверняка. «Дом ненависти». «Дом ненависти». «Дом ненависти». Сегодня, когда появляется какой-то кассовый хит, ну, например, «Холоп», все говорят про то, что это там, не знаю, «Карго-культ», что это такой фильм, который снят по западным лекалам, то есть эффекты фильма Фёдора Бундерчука крутые, но ничего нового в нём нет. А здесь, получается, западные рецепты, какие-то кальки, советский материал. Что так понравилось зрителям? Что это каша, которая сварена по западному рецепту на наших материалах? Или, то есть, что так привлекло людей? Как раз в 23-м году именно это всему понравилось. Ну, «Красный пингертон». Про пингертон ещё в 10-е годы Коронечковский писал, что это ужас-ужас. Массовая культура. Массовая культура, не допустим, не простим. А в 20-е они это как раз пытались каким-то образом использовать, ну, как форму такую, в которую влить нужно было это содержание. В 23-м году это было можно сделать. В 26-му всем это уже перестало нравиться. И тогда на Перистяне начали катить все бочки, которые только можно было катить. А там, в общем, было к чему придраться. Он сделал сначала не продолжение «Деволят», он стал снимать совсем другие фильмы, с другой формой, другим жанром, такие мелодраматичные, очень интересные. Но в рамках той же вселенной? Нет, в рамках совсем другой, абсолютно другие фильмы. У него был фильм «Три жизни» по роману Георгия Церетели с Натой Вачнадзе, такая главная была звезда грузинская в это время. Он абсолютно другой, он такая многофигурная, многопоколенческая композиция, там, месть, любовь, вот это вот все, он совсем другой. И критики начали писать, что что-то Перистяне уже какой-то не такой. Мы-то думали, что он наш, молодой, молодежный, проамериканский, в хорошем смысле. А он, оказывается, потерял какого-то политического руководителя. Это был такой интересный укол, потому что, во-первых, Павел Бляхин по повести, которого был снят фильм «Красный девалят», к тому времени уже был таким функционером в Москве, который был связан с литературой, и с кино, и с газетами про кино. А с другой стороны, Нестора Махно в фильме играл тоже партийный журналист и такой киноадминистратор по имени Владимир Сутырин. Перистяне вот его просто встретил в Тифлисе, он приехал туда по делам и сказал, «О, вы похожи на Нестора Махно, снимайтесь у меня». В общем, Перистяне вменяли в вину, что он потерял политического руководителя Бляхина или Сутырина. Перистяне отправил огромную телеграмму в газету в ответ и сказал, что «чрезвычайно изумлен, ни в одной работе не имел никаких политических или иных руководителей. Работаю, как подсказывает личное внутреннее чувство. Считаю смешивание вопросов политики с искусством делом весьма зловредным, как и поднадзорность режиссера, проповедуемую вами точку». «Своих работах совершенно самостоятельен и в полной мере отвечаю за них. Точка». В 25-м еще можно было написать такую телеграмму. К концу 20-х уже, наверное, нет. Но как раз в 26-м вышло первое продолжение «Красных девалят». Он понял, что вот это его самый кассовый фильм, самый успешный и нужно каким-то образом снова использовать тему героев, которые, между тем, ну, по крайней мере, те же актеры снимались в похожих фильмах у других режиссеров, тоже довольно популярны были. И он выпустил сразу вот три-четыре продолжения одно за другим. «Савур Могила», потом «Преступление наказания княжной Шерванской» и «Илан Дилли». И вот здесь он показал, что, во-первых, он настоящий режиссер. Он показал, что все восторги московских критиков ему, в общем-то, смешны. Что то, что им кажется каким-то серьезным продуктом, для него развлечение. Что то, что им кажется удивительно политически созвучным моментом, для него очередная работа, которую он делает. Он берет текст, он теряет сценарий, с ним это случалось постоянно. Он работает по воспоминаниям о сценарии. Он абсолютно относится к сценарию как к полуфабрикату. При этом всегда держит загашники несколько тем, несколько идей, которые хочет осуществить. И он начал вот эти свои продолжения «Красных Диолетов» уже делать как пародии абсолютные. Герои идут в кинотеатр и смотрят популярный сериал, с которым сравнивают их критики. Герои почему-то в последнем фильме они там в Баку дело происходит на нестинных промыслах, идут вместо Нового года абсолютно как в «Карнавальной ночи». Вдруг в 12 часов ночи у них начинается лекция про нефть. И в середине фильма встраивается просто такой вот тогда это называли культурфильм или агитационно-пропагандистский фильм. В общем, такая документалка про добычу нефти. И кажется сейчас, что как-то это будет отыграно в фильме, что там зрители будут скучать. Но нет, на сцене огромные часы. Вот прям реально как в «Карнавальной ночи» у Рязанова. Стрелка движется без 15-12, без 10-12, без 5-12. Настоящий саспенс. Саспенс. Новый год вот-вот наступит, они все еще лекцию слушают. Коротенько, минут на 40. И дальше показывают зрители, которые очень внимательно это слушают. Более того, я думала, что это шутка. Я думала, что все поймут, что это пародия. Читаю рецензии, и там говорят, вот хорошо для рабочей аудитории очень полезно, что в середине фильма включена такая вот «Вставка про добычу нефти». Это нашей рабочей аудитории, нашему рабочему зрителю нужно больше такого. А это на самом деле был режиссерский сарказм. Я считаю, что это был режиссерский сарказм, потому что в какой-то из этих фильмов он включил самого себя даже. Там одно из продолжений начинается с того, что показывается Перристианин, показывается его постоянный оператор Александр Дегмелов, и они сидят и читают письма от зрителей. То есть это не просто Камыла в духе Вичкока, это еще и посмодернистская шутка. «Посмодернистская шутка» это последнее продолжение, как бы заключение вот этой франшизы, и он говорит, вот нам пришло тысяча первое письмо от зрителей, которые хотят узнать, что же случилось с Павлушей и Дуняшей, и их чернокожим другом Джексоном. Есть ли у нас что-нибудь, что им показать, товарищ оператор? И Дегмелов показывает ему пленку с надписью Иландили. И даже эта пародия, она основана на реальности. В газетах печатали письма, уже даже в 30-м году, письма детей Буденному, которые говорили, «Дорогой товарищ Буденный, мы знаем, что красные деволята привезли вам Нестора Махну в мешке, а что с ними случилось дальше? Вы им передайте, что они наши герои, мы хотим быть как они, и тоже бороться за дело революции». В общем, Перестиане и Дегмелов запускают фильм, и дальше в какой-то момент в середине фильма он прерывается, и идет титр. Сейчас будет продолжение. То есть, грубо говоря, на экране процесс становления советской власти превратился в увлекательный киносериал, продолжение которого требовали зрители. Они хотели узнать, что будет дальше. Ну, что было дальше, мы знаем. Я даже скажу, что было в самом финале, это не будет спойлером, потому что последние фильмы невозможно нигде посмотреть. У героев рождаются дети, их называют Рева и Люция. Но, к сожалению, судьба самого Перестиане не была так уж хороша, как у его героев. Он не погиб в годы террора, он не погиб в годы Великой Отечественной войны, он дожил до 59-го года, то есть прожил почти 90 лет и успел написать очень интересные, очень не зашоренные и не штампованные воспоминания, которые вышли в 62-м году уже после его смерти. Но его карьера как режиссера, она, в общем, после 20-х годов прекратилась, к сожалению. И это было связано в частности с «Красными Деволятами». Когда в 27-28-м году шла чистка национальных студий, ну, у локальных республиканских киностудий от, прежде всего, старого, дореволюционного, традиционалистского элемента, Перестяне... А специалистов, ты имеешь в виду? Да, спецовых называли. Спецов. Перестяне обвинили в том, что он не точно работает в своих фильмах по сценариям и этим наносит финансовый ущерб студии. То есть, задолго до Годара этот человек снимал не по сценариям. Так он так и писал, и в «Красных Деволятах» и в первом продолжении было написано без сценария. И еще такая преамбула была в первом продолжении «Собор могила» «Не любо, не слушай», в скобочках, не смотри, а врать не мешай. То есть, как бы он снимал по повести Бляхина, в то же время Бляхин ему после выхода писал, что это все не мое, а дальше в какой-то момент в своем другом фильме «Двуногие» Перестяне вообще сам написал сценарий, а в титрах написал, будто бы, что это фильм по роману какого-то английского писателя 19 века. Но на самом деле этого писателя не существовало. То есть, с одной стороны, он все время говорил о том, что нужны сценарии, нужны темы, нужно планирование. С другой стороны, он относился к сценарию как к полуфабрикату, переделывая его в процессе съемок. А это для советского кино было неприемлемо. Чем дальше, тем больше, потому что а что мы будем цензурировать? А как же мы будем утверждать этот сценарий? А как же мы будем уверены в том, что режиссер снимет то, что нам нужно и не противно нашему соображению, нашим целям, нашим идеям, нашему специалистическому реализму? Ну, то есть, невозможно выполнять этот заказ, если у тебя нет готового утвержденного сценария, тем плана. Да, кто знает, что ты там снимаешь, тем более, если ты говоришь, что ты в своих работах совершенно самостоятельен и в полной мере отвечает за них точка. И по иронии судьбы, перистяне, поездив по разным киностудиям, пережив очень серьезный кризис, творческий, депрессию, он в конце 20-х писал книжку «Сто советов кинорежиссеру», а в 1933-м сжег. Он тогда вернулся в Тбилиси из Баку, и он не мог даже получить хлебной карточки. Его спасло сценарное дело. Он стал, в общем-то, скрипт-доктором. К тому времени Михаил Чаурели, которого он снимал как актер в своем первом грузинском фильме «Арсен Джорджашвили», стал сам режиссером. Он был как бы на пути к тому, чтобы стать любимым режиссером Сталина. И вот Чаурели взял перистяне под свое крыло. Перистяне работал практически на всех его фильмах без указания в титрах, как один из сценаристов, особенно в диалогах, писал диалоги. И начал снова появляться на экране спустя десятилетия в ролях всяких генералов. Вот он хорошо играл, особенно в зарубежных, таких вальяжных генералов. И, в общем, уже со середины 30-х вполне неплохо, в общем-то, жил. Но это была... Он говорил, что вот конец 20-х, начало 30-х это его агония как кинорежиссера. И дальше ему пришлось просто зарабатывать на жизнь вот такой анонимной в основном работой. Ну, как говорили про таких голливудских режиссеров 50-х годов, что они были в черных списках, так сказать, да? То же самое же, как и про перистяне, что он был таким гострайтером. Ну, как известный сценарист Далтон Трампа. Да, сейчас про перистяне было бы здорово сделать. Фильм, вот, это прям было бы идеально. Но, что дальше случилось с красными девалятами, я хотела сказать? Почему фильм забыли так быстро? Ну, на самом деле, его не так уж быстро забыли. Он продолжал идти до конца 20-х годов. Продолжение, судя по рецензиям, тоже выпускались очень широко, но зарабатывали все-таки меньше, чем красные девалят. Диалят окупились там чуть ли не в тысячу раз. И отдельно по Советскому Союзу, и отдельно по Украине, потому что Украина покупала отдельно фильмы. В начале 30-х их изъяли из проката как несоответствующие по тематике, неподходящие как бы для нового десятилетия, для зрителей, как негодные для проката. Но самое интересное то, что потом их пришлось вернуть, но их низвели с фильма, который был популярен у всех, возрастов всех слоев населения, в ранг детских фильмов. И так про них потом год за годом и писали киноведы и историки кино. То есть он абсолютно стал детским фильмом, но он не снимался как фильм для детей. Может быть, как фильм для юношества, да, но не просто детский фильм. Но быть детским фильмом было чуть-чуть менее опасно, чем фильм для взрослых. то есть отправили в такую маргинальную нишу, а потом еще вышел Чапаев и заслонил с собой в жанре пророклинического фильма все, что было снято в 20-е. Ну, в общем, да. Но интересно, что в какой-то момент, в 40-е, возник снова интерес к красным девалятам. Уже много лет спустя в советском экране напечатали такую заметку. Один из бойцов, тогда он был политруком, под Сталинградом, в 42-м году они вдруг в какой-то разрушенной школе обнаружили проектор на 16 мм, на узкую пленку. И местная кинобаза дала им два фильма. Мы из Кронштадта, Ефима Дзигана, это 30-е годы, и Красные девалята. И вот эти два фильма они сами посмотрели, показали всем окружающим и провезли с собой до самого Берлина. И везде показывали Красных девалят, и все смотрели, рыдали, вдохновлялись и так далее. И, может быть, это было уже известно тогда, потому что в 43-м году вышла озвученная версия. Правда, оригинальные Красные девалята, они вообще были двухсерийными, и мы не знаем авторского монтажа их. То, что сейчас сохранилось, это одна серия перемонтированная. И Перестяни говорил, что это ощипанная, изуродованная недалекими и чуждыми искусством людьми версия его фильма. И тем не менее, все-таки этот фильм продолжали смотреть, продолжали о нем писать. Продолжение все сиквелы, всю франшизу забыли. А в 66-м начали уже заново. Абсолютный ребут. Во-первых, к 50-летнему юбилею Октябрьской революции, а во-вторых к 45-летнему юбилею Пионерии. Я правильно понимаю, что Киа Саян, снимая «Неловимых пстителей», в общем-то, опирался на рецепты, которые придумал Кристиане? Ну, я думаю, что к тому времени эти рецепты, они уже разошлись как круги по воде. Это сейчас в Авгике, может быть, еще смотрят «Красных девалят». Не думаю, что смотрели в 30-е. Но какой-нибудь Михаил Ром, который в 30-е снимал по заказу Сталина советскую версию вестерна фильм «13», наверняка в юности смотрел «Красных девалят». Потому что, ну, кто их не смотрел? Все их смотрели. Невозможно было их не смотреть по много-много раз. Я думаю, что вот эти рецепты, они просто прошли через поколение, как вода такая, через песок, и где-то там в глубинных слоях у того же Киа Саяна остались. «И снег, и ветер, и звезд ночной палет, меня мое сердце в тревожную даль зовет». Перестянин начал писать мемуары в 30-е годы еще, в самое тяжелое время. И потом вернулся к ним уже спустя 20 лет. И вот что он писал как раз о поколениях, о кинопоколениях. Он говорил, «Поколение за поколением накопляются знания. Поколение за поколением люди ложатся удобрением под ноги идущих смен. Это закон. Мы не многое можем отдать нашей смене. Слишком краток и мал наш опыт». Это говорил человек, который 30 лет проработал в театре и потом еще 20 лет в кино проработал. Но вот финальную версию мемуаров он закончил так. «Счастливый путь, товарищи. Не забывайте о тех, кто начинал и прошел свой нелегкий путь и, невзирая на осенние сгоды, с честью его кончил». Я думаю, что уж если кто-то мог это сказать о себе, так это было перестигание. Несмотря на такое прекрасное посвящение в конце книжки, он при этом унес все свои секреты с собой. Все секреты о том, что нужно знать режиссеру, но они, может быть, остались в его фильмах. Это был подкаст проекта 1895.io «Лихие двадцатые» о том, как снимали, показывали и смотрели кино в 20-е годы 20-го века. И с вами были его ведущие Станислав Дединский, главный редактор проекта и историк кино Наталья Рябчикова. Слушайте наш подкаст на iTunes, Google Podcast, SoundCloud, подписывайтесь на наши странички в соцсетях, лайкайте и пишите о том, что вам было бы интересно узнать о кино 20-х годов. Субтитры создавал DimaTorzok